Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам рецепт мяса, либо сала, либо подчеревка, по которому можно приготовить необычайно вкусную закуску на праздничный стол. Еще наши бабушки знали этот рецепт и готовили обязательно по нему, и ни один праздничный стол не обходился без такого мяса, либо сала. Оно получается очень красиво и очень красочное. У меня в этот раз вот такой вот красивый, что-то между беконом и подчеревком, кусочек. И также мне понадобится сразу чеснок. Чеснок я буду резать тоненькими такими столбиками, которыми я буду шпиговать наше мяско. Салка по этому рецепту вообще бесподобная получается, мало того, что по бокам оно очень красивое, такое красочное, внутри оно нежное получается. В общем, очень вкусно, попробуйте, вы не пожалеете. В общем, шпигую равномерно нашим чесночком мясо. Также нам понадобится луковая шелуха. Ее на вид кажется очень много, то есть целая кастрюлька, но на самом деле ее тут буквально 40 грамм, может даже 38 у меня получилось. Обязательно ее нужно несколько раз промыть до чистой воды. А затем под луковую шелуху спрятать мясо, либо сало, которое у нас нашпиковано чесноком. Теперь сюда можно будет добавить специи. Со специями вместе еще пойдет сырая луковица, полностью с шелухой. Я ее разрезаю на 4 части, чтобы она более равномерно у меня была по всей поверхности. Можно просто пополам разрезали и вставляете ее по бокам. Вот так вот спрятала. Сюда брошу еще штучек 5 гвоздик. Немножечко душистого перца и перца горошком. Все по вкусу. Штучки 3 лаврового листочка. И у меня вот такой вот маленький перчик, он не очень острый, не пугайтесь. Я удалю еще с него все семечки, чтобы на всякий случай не было очень остро. Кладу сюда, заливаю водичкой, чтобы полностью покрывало. И отправляю на маленький огонь от 40 минут, если это сало. И если это хорошее такое мясо, то это может вариться и 2-2,5 часа. И тогда у вас будет очень-очень сочное мясо. Затем снимаете с огня и даете во всем этом настояться и остыть до остывания. Затем кладете в холодильник и нарезаете на праздничный стол. Это очень-очень вкусно. Обязательно нажимайте на колокольчик и ставьте пальчики вверх. А с вами, как всегда, с вкусным рецептом был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.